всем здорова ну вот нормальная работа скажем так живая приехала здесь надо сделать по разному можно переход сделать можно целиком отлачить посмотрим в процессе как захотим никаких надобностей нет это вот это и бампер нового на бампер новую неинтересно но не углянул весь целый то есть он пойдет просто по бокраму через грунтопластику а здесь надо поработать из того чтобы поработать у нас есть в принципе все что мы хотим есть наполнитель есть в баллонах шпатлевки хоть хоть в ноздри маш в каждую ноздрю по одному типу шпатлевки человек на 6 хватит вам все это как бы не надо я выдвинул такое предложение сделать это все чтобы было интересно и показательно и тем более вы давно просили а сейчас есть такая возможность сделать это все из баллонов нам нужен будет процент восьмерка фосфатирующий толстослойный грунт для заполнения неровности на шпатлевке нам нужна будет проявка в баллоне далее идем нам нужно будет фибра стоять нужно будет фибра нам нужен будет дельфин glaze на крыло нам нужно будет чтобы дельфином там слишком еще толсто фибра нигде мазать фантастик наполняющая нем 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 далее далее что нам еще может понадобиться перед покраской на протираном троечка понадобится что все равно где-то сделаем протиры да вроде бы а там еще надо будет со стороны со подкапотника положить шовный гермитос мы тут чуть-чуть восстановить такой декоративный вид и будем использовать туда усилитель адгезия сейчас покажу она бампер можно будет просто показать что весь бампер может с баллона нормально обработать правда тут носит . ну вот мы глянем весь материал в принципе кроме краски и лака ну и спатлевки есть в баллонах для этой работы а вот такой вот переходный а вот такой вот в новом формате выполнен усилитель адгезии то есть это он же только в старой упаковке это он же только в новой упаковке вот усилителем адгезии перед покрасками со стороны внутренней капота пшик не потому что там будет делаться переход который нельзя полировать на и смысла полировать не вся работа в принципе выполнится баллонами и нужны почти все баллоны кроме переходного растворителя потому что именно в этом случае если мы не будем на капоте делать переход он нам как бы не нужен а вот пожалуйста вся линейка баллонов в работе пригодится здесь сейчас надо все вот это вот край краситься будет черный в переход потому что капот же там уголком тянется здесь вот это все смело снимаем 120 к нафиг до металла и работаем в этой зоне со шпатлевкой здесь надо выбирать все хорошо туда поглубже но трехточки не доделали они должны были очистить до такой то есть мы сейчас вы делимся на ротексе тут 80 120 пока что разрабатываем все вот так вот до ребра нас дальше как бы не интересует и можно смело в принципе так и клеится чтобы туда ничего не попадало все же обезжирена антисиликоном вытерто можно начинать работать перетер и все 80 120 180 на машинке как смог по выдирал лезвием туда потому что корала нет сейчас здесь тоже самое та же процедура только тут шпатлевать только вот тут вот тут где цинка осталось чуть-чуть протянуть тут час фиброй завалим тут махонькой циаткой к ней блин доступа нет чтобы выдавить поэтому тоже придется мазнуть ну то дельфинчиком здесь будет стекловолокно после нанесения посмотрим будем его тереть или не будем его тереть только после этого будет понятно будет сразу дельфин или еще наполняющие обычно так начнем с капота фиброй мазонем и чуть-чуть надо это поиграть лишь бы она не рванула прикольный шпателя пластик всю жизнь отработал железно так привык погнали может она красная чересчур уже в этой волокна в ней больше чем привычных шпатлевках даже при перемешивании смотреть раз купа его волокна тут напихали не жалея волокно нам только в ямы надо положить но это кстати знаешь как и плюс того что его тут много и она длинная так и минус в особо мелкие какие-то повреждения его не засунешь она там его вытягивает оттуда то что тут она уже не держится реально она лежит у только вот здесь поэтому тогда перейдем к той процедуре второму варианту запасному что сейчас и растягиваться кстати хорошо сейчас так и оставляем и сверху протягиваем без перетирки наполняющий а вот уже наполняющий скорее все тиранем и тельфинчиком разума интересно очень длинное волокно его очень много и она довольно таки хорошо больше то есть для больших ям просто огонь а сюда наверное надо было попробовать с карбоновым с карбоновым вот нам но что я тоже не работал не полоской когда когда я работал человек не было минут десять мы три недели ходили ля-ля-ля-ля-ля тут уже все высохло он даже волосы никто не обрываются со tęsнор максик сохнет бодренько пока соля колес за бусмотры на подрез чуть-чуть изменилось тактика я забыл о том что вчера показали мне вот это быстро слов пущешь под легку типа 10 минут само по себе суп тут хочется ее попробовать и и открыл осадка не странно нету если в ней не будет пор после перетирки то нам нафиг и дельфине нужно будет потому что дельфин сам по себе чуть-чуть как бы туговато блин ну прикольно сейчас мы это посмотрим я потому что прикольно она и что есть она как бы и течет но не сильно быстро как-то не как все а так она густенькая то есть она как бы течет но так ладно давай я к тому что она сама по себе вот прикольно сейчас проверить и защищем принципиально 10 минут какая наждачок высадить ну а там же без лампа написано 10 минут ну все по поводу по поводу пор конечно тут уже ничего не скажешь потому что здесь стекловолокно лежит она мне не дает ровно вытянуть огонь все по тех процессов ты что-то мне вот здесь не могу вытянуть это стекловолокно тянет в себя вообще стекловолокно в принципе не то что они не предназначена не надо его шлифовать не надо где-то тут пятка бы а да уже схватывается уже пошла жара и тут ничего не было или было надо она да 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 все уже уже все нет я к тому что я все и она уже все она не мажется насколько полторы минуты и так у нас есть проявка есть двадцатка на полукруглом брусочки и прошло 10 минут проявка нам пока что не нужно просто глянем как она себя поведет ну так ничего так вроде ничего реально 10 минут ну секунд может 30 еще чуть-чуть прилипло ну блин 10 минут высохла высохла и трется блин реально круто теперь вопрос другом потом она падает тогда дайте 2 я я их пою за и сашки давал я пусть работает так теперь поскольку все хорошо но чуть-чуть есть первое движение под забивать на так этого достаточно такого слоя просто если налить более жирным он будет сохнуть минут десять и смысл этого никакого а так уже можно тереть нормально в принципе реально нормально сидать и минут двадцать посохнуть рамки поясни просто будет мне уже понравилось теперь бы на ней посмотреть что с ней будет через месяц а вы будете видеть эту машину я думаю он вам вернется если будет плохо ну реально интересно брусочек конечно прикольный ну круто знаешь пор в принципе кроме там где у меня шпатель цеплялся затекло волокно вообще нет сейчас сто восьмидесяткой перебьем и тоненько затянем вот эти поры и будем уже готовиться под грунт с баллончиком все подготовлено и тут еще раз тоненько протягивал все подготовлено таким макаром 180 на брусочки 240 на брусочки тут полазил 320 на брусочки 320 400 пробежался на машинке тут и тут та же процедура только на машинке все обезжирено перчаткой убраны какие-то разводы теперь берем фосфатирующий восьмерочку прикрываем там есть открытый металл тут там на шпатлевку сильно не лезем смысла этого нету никакого и потом закроем все пятеркой толстослойной потому что сама пятерка толстослойная не имеет никакой защиты для металла она на металле держится но антикоррозионных свойств ней нет так валим аккуратно сначала куда-нибудь на бумагу попробую пшикнуть пойдет тут нужен тоненький слой такой легкий то есть это с родни кислотника все вот это вот этого вот вот все все в огня не тут та же тема потому что тут рихтовочка было говорят что на него типа можно на протирах красить но скажу честно так как он подплевывает за счет своих я считаю что для этого грунта это дюза не в неверное он ей подплевывает поэтому на протиры его используют в вообще не вариант особо ждать не надо тут реально две минуты он уже будет сухой сейчас берем другой баллон и наваливаем пока сейчас поговорим про вот этот баллончик пятерка толстослойный у меня есть видео 2014 года где я в москве такими баллонами работал только в другой упаковке на субарике делал стойки около лобового именно таким офигенно теперь что изменилось это упаковка и в пачке добавилась точка и факел голова поэтому мы точку нафиг убираем она нам не нужна и оденем факел баллоны хорошо перемешаны факел блин хорошо шпарит хорошо перемешаны что тут умного написано подготавливать под него 180 240 мы даже перестраховались обезжирить перетряхнуть две минуты два слоя с 25 сантиметров через час можно тереть с водой то есть на сухую указать то есть вода дробь сухая 400 600 пожалуйста работаем он натягивался по крайней мере раньше очень хорошо пока мы ля 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 можно уже наносить пробуем так же как и во всем грунтование от широкого ну тут как бы широкого до конца и чуть меньше и до конца да он ничем не изменился шикарно все вот так и оставляем полное мотовение и еще наверное еще два слоя сделал сюда шикарно такие грунты должны быть в обороте потому что они реально ну спасают по скорости ими удобно пользоваться то есть какие-то мелочи когда надо сделать быстренько а если учитывать узнать вот эти нюансы что надо подготовить просто под меленький наждачок под 400 уйти и есть как будто это вот опыт когда ты можешь под лёгку правильно выпилить под 400 не проточив яму в ней тогда баллон просто идеальное средство не надо заряжать пистолет перемешивать грунт как бы перемешать что это что-то пистолет не надо заряжать его не надо мыть слои тоненькие просыхают быстро по качеству как бы изумительного там уже начинает сохнуть то есть вон уже пошли все там где пропилы были она уже впитала и начинает подсыхать ну оставляем тут пункт ну сколько указано между слоями а ничего не указано между слоями то есть до полного мотовения пока хорош для его тут уже уже все то есть вот там где голый металл чуть-чуть светится и там где лак более-менее такой ну скотч брайтом перетёртый еще светится все остальное уже впиталось а еще огромный плюс этот баллон не сможет подрывать нижнее покрытие потому что разбавители в нем не настолько агрессивный как в обычном грунте к сожалению что вот этот материал можно подорвать базы конечно если налить первый слой слишком толсто но это единственный из таких крупных минусов 1 под завалили чуть-чуть чутка где-то четыре слоя в этой точке получилось таких нормальных первые тоненькие вот тут где-то переход идет сушил уже даже подсох времени немного пошло где скотч с ними глянем на толщину ну не знаю микрон может быть 60 так вот так тут чё тут тоже все круто самое из того что круто он натягивается вообще шикарно вот это пушка самолет косячина какая-то проскочила не дочистил этот лак потом сотрём в принципе все теперь бросим это все дело на ночь завтра с утра может поставлю чуть лампу пусть еще подсушим так для подстраховочки да будем перетирать и чё и красить чего-то его вкатать а ну это за самые самые вы хотели посмотреть как баллонами ремонта делается вот более-менее самый удачный вариант под это пока что все